Гражданами Единого Государства назвали себя все участники сегодняшней встречи. За круглым столом расположились руководители национально-культурных объединений, представители разных конфессий, ученые, языковеды, историки, одним словом, все, кто активно участвует в построении гражданского общества. Строить его нелегко. На территории республики проживает 97 национальностей и 9 этнических групп. Уже многие годы в Чувашии действует 26 национально-культурных объединений, члены которых сохраняют аутентичность своего народа, говоря на родном языке и соблюдая традиции предков. Важным условием для устойчивого развития нашей республики, как и для любого субъекта Российской Федерации, является мир и согласие между разными народами и конфессиями, толерантные отношения людей друг к другу. Общественно-политическая ситуация в республике на протяжении многих лет стабильна и предсказуема. В этом, безусловно, ваша большая заслуга как руководителя национальных культурных объединений и традиционных религиозных организаций, но и всего многонационального народа нашей родной Чувашской республики. В связи с этим, примите самые искренние слова благодарности за неустанный труд по укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Каждый год в рамках государственной программы «Культура» Институт гуманитарных наук проводит социологическое исследование. На вопросы о принадлежности к той или иной национальности, вероисповедания, сохранения обычаев, знания языка и предпочтений в еде ответили несколько сот человек в разных городах и районах республики. Данные опроса показали, что все народы – русские, татары, евреи, азербайджанцы, узбеки, армяне – чувствуют себя комфортно. Многие из них уже легко говорят на чувашском языке и не испытывают никаких барьеров в общении, не говоря уже о межэтнических браках, которых становится все больше. В республике прообладают уважительные настроения представители одних народов к другим. Не случайно в оценке межнациональных отношений более половины опрошенных отметили, что они или очень хорошие, дружественные, или хорошие. Около третий высказались о них как удовлетворительных, терпимых. Чуть более трех человек из ста ответили, что они неважные, и не было ни одного ответа с вариантом «плохие, враждебные». Конечно, отдельные случаи непонимания встречаются. Очень часто необъективные оценки ситуации можно наблюдать в интернет-пространстве. И это серьезная проблема. Блогерское общество молодое, оно легко подается воздействию. Усилились и миграционные перемещения. Люди ищут по всей России работу, учатся в разных институтах, налаживают бизнес-контакты. В Чувашии живут и работают около двух тысяч иностранных граждан. Основное приложение их сил – строительство, малое предпринимательство, торговля. Много сил в укрепление мира вкладывают священнослужители разных конфессий. Все мы – свидетели того, как строится в республике храмы и мечети. Создатель для всех один. И он призвал жить в мире и согласии, отбросив распри и вражду. Не случайно день 4 ноября объединил и светский, и религиозный праздник.